Известный российский певец, 56-летний Валерий Шатаевич Меладзе, попавший в немилость после попытки сбежать из России, вляпался в очередной скандал. Совсем недавно у российского певца лопнул очередной бизнес-проект – винноводочный завод в городе Челябинск. Россияне отказались покупать изысканное вино Валерия Меладзе под названием «Два брата». Их смутила высокая стоимость – полторы тысячи за бутылку, и россияне предпочли уже проверенные временем русские напитки. Однако судьба подарила Валерию Шатаевичу еще один шанс продолжить свою творческую карьеру. Напомним, что у российского певца в течение месяца были отменены все гастроли и концертные выступления. Однако вчера вечером Валерия Меладзе давал сольный концерт в городе Москве по приглашению городских властей. Однако произошедшие события во время выступления певца просто шокируют. Масса поклонников Валерия Меладзе захотела попасть на выступление своего кумира. Их не смутили даже драконовские цены на билеты. Последние ряды зала – 15 тысяч рублей, середина зала – 17 и, наконец, первые ряды – 20 тысяч рублей. Своё творчество Валерий Шатаевич оценивает очень дорого. Однако то, что случилось потом, не входит ни в одни рамки приличия. Мэтр российской эстрады, появивший с получасовым опозданием, исполнил три песни и вновь исчез со сцены. Поклонники продолжали скандировать имя российского певца и ждать появления своего любимца. Однако «Гроза женщин» на сцене больше не появился. Администрация концертного зала Валерий Шатаевич заявил «У вас очень душно и плохая акустика аппаратурой. Я не могу выступать в таких условиях». Однако отдавать деньги за концерт Валерий Меладзе отказался. «Выступая во Франции, я получаю такую же сумму за три песни», – объяснил Меладзе журналистам. Видимо, в голове популярного исполнителя просто не укладывается, что многие люди, придя на его концерт, отдали в прямом смысле свои последние деньги. По некоторым данным, вчера Валерий Шатаевич получил пять с половиной миллионов рублей за исполнение трех песен.